Более полумиллиарда рублей заработал бюджет Самары в прошлом году за счет арендных платежей. И это не предел. Ожидается, что сборы вырастут почти в полтора раза. Городское имущество, земля и помещение пользуются спросом. Впрочем, не все арендаторы готовы вовремя платить. Среди них и владельцы крупных торговых центров. Городские власти пристально следят за тем, чтобы имущество использовалось строго по договору. У нас очень хорошо работает земельный контроль по поводу этого. Мы постоянно проводим проверки. Вид использования земли, например, у человека, допустим, садовое хозяйство или что-то, а на ней строятся киоски, торговые центры. Понятно, что мы пытаемся через суд сначала уговорами, а потом претензионной работой поменять вид использования. Городские власти готовы пойти навстречу добросовестным нанимателям. Деньги, вложенные в ремонт помещения, идут в счет арендной платы. Таким образом, ее размер можно уменьшить вдвое. Граждан продолжат переселять из ветхого и аварийного жилья. Сейчас квартиры приобретаются в новых домах в промышленном и кировском районах города. Также департамент предоставляет жилье детям-сиротам. Всего в этом году для них приобретут 127 новых квартир в домах Самарского областного фонда жилья и ипотеки, на пересечении улиц Дыбенко и Советской армии и на Ташкентском переулке. На особым счету у городских властей турбазы приводить их в порядок планируют за счет инвесторов. С ними уже ведутся переговоры по поводу двух баз отдыха в Царевщине и в Студенном овраге. На ремонт каждой из них нужно примерно 20 миллионов рублей. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.